Как сообщили руководству Евросоюза, российская полиция арестовала не менее трёх тысяч человек во время демонстрации в минувшие выходные. Массовые протесты вспыхнули в разных городах после ареста оппозиционного деятеля Алексея Навального по возвращению в Москву из Берлина. К их освобождению призвали министры иностранных дел ЕС во время очной встречи в Брюсселе в понедельник. Дополнительных санкций против России объявлено не было. Глава внешнеполитического ведомства придаёт большое значение своей поездке в Москву в начале февраля. «Это будет хорошая возможность обсудить с моим российским коллегой все соответствующие вопросы», — сказал Жозеф Боррель. «Мы должны передать чёткое послание о текущей ситуации, о спорах о правах и свободах и иметь стратегическую дискуссию о наших отношениях с Россией». Власти России продолжают использовать свои информационные ресурсы для распространения утверждений, будто с помощью дела Навального Запад пытается повлиять на её внутреннее положение. ЕС уже заморозил активы и запретил поездки к себе шести лицам, которых он обвиняет в причастности к отравлению критика Кремля. Более широкие экономические санкции Евросоюза в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году остаются в силе, несмотря на попытки ряда государств-членов ЕС их отменить. «Сотрудники Европейского совета по международным отношениям не считают персональные санкции эффективными». «Если не пускать в Европу на отдых людей, которые в своей стране применяют пытки, то это вряд ли окажет давление на российский режим как таковой», — сказал Густав Грессель. «Российский режим столкнётся со значительным давлением только в том случае, если санкции затронут его глубокие экономические связи, особенно доходы от экспорта нефти и газа». По вопросу об энергоносителях из России Евросоюз расколот. Германия по-прежнему разрешает её судам прокладывать трубопровод «Северный поток-2» под Балтийским морем, несмотря на санкции Соединённых Штатов.